Не все рамки запечатаны, но в силу того, что медовый спас сегодня и медосбор закончен уже давно, можно смело отбирать. Николай Феонин, потомственный пчеловод, учился сначала у своего деда, потом у отца. В 2012 году открыл собственное крестьянско-фермерское хозяйство. Сейчас у него 200 пчелов семей. С одной из сезонов он может собрать в среднем до 60 килограмм. Какой мед зависит от трав, цветущих поблизости. В основном здесь рядышком цвела фацелия и гречиха. То есть до медоносов типа синяка и доника было достаточно далеко. Поэтому преобладающая меда здесь, это весной был майский небольшое количество, а сейчас это фацелия с гречихой. Николай Феонин специально сеет травы для пчел. Первым зацветает синяк обыкновенный, он дает хороший урожай. Мед от этой травы почти прозрачный, имеет мелкозернистую структуру. Потом зацветает фацелия и доник. Фацелия дает меду золотисто-желтый цвет и легкую кислинку, а доник – великолепный вкус. Замыкает сева, оборот гречиха. Мед получается темно-чайного цвета за счет гречихи и в то же время нежный за счет фацелии. Как правило медосбор, если он проходит на дикорастущих медоносах, проходит где-то в течение трех недель, ну максимум месяца. В нашем случае медосбор начинается с начала июня, то есть как правило с 5-7 июня и заканчивается к медовому спасу. Свой мед Николай продает в небольших магазинах в Рязани. К медовому спасу специально привезли несколько сортов – разнотравий, белая акация и черноклен, липо, майский. Кроме того, можно купить маточное молочко, мази на меду с прополисом, травяные чаи. Магазин по адресу улицы Горького, 59, работает ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19 часов. Всех, кто не успел приобрести мед, чтобы отметить праздник, здесь ждут на дегустацию. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».